Всем привет, друзья! Сегодня пятница, а значит время очередного нашего ролика с рисованием. И я очень рада приветствовать всех тех, кто присоединился к нам сегодня за просмотром этого процесса. Я очень рада видеть всех тех, кто постоянно смотрит эти ролики, и всех тех, кто уже давно является зрителем этого канала. Сегодня я с вами нарисую такой сюжет, как фиолетовая калла. У меня раньше были белые каллы, но в общем это было очень давно. И теперь я с вами нарисую фиолетовую. Вот карандаш, который я показываю, это карандаш жесткости HB. Я буду им рисовать эскиз, в руках у меня мягкий ластик. А кисти, которыми я сегодня рисую, это вот черная кисточка серии Акварель от фирмы Альбатрос. Это имитация белки. Белая большая кисточка это номер 5 сибирский соболь, да, там просто настоящего соболя. И тоненькая белая кисточка для деталек. Это тоже единичка соболя. Первое, что я делаю, прорисовываю такую ось симметрии у нашей будущей каллы. Она задаст всю динамику, по сути, нашего будущего рисунка. Она будет располагаться от левого верхнего угла, там будет ее вверх. И вот снизу, где я сейчас рисую, здесь будет ее стебель. Вот я сейчас стебель прорисовываю, он довольно-таки толстый, такой крепкий, чтобы ему было удобно держать тяжелый цветок. И вокруг этого стебля, вокруг уси симметрии прорисовывается такая овальная, закругленная немножечко часть воронки цветка каллы. Здесь я стараюсь прорисовывать, ну, как можно четче линии. То есть, по сути, вообще здесь, вот сейчас начинается такой изгиб цветочка. В левом верхнем углу он будет, вот я сейчас туда подхожу как раз, в левом верхнем углу он будет с таким свисающим хвостиком. Сейчас я его нарисую. И вот сама эта воронка, вот она, по сути, вот если сейчас рассмотреть, вот в общем варианте, немножечко похоже на восьмерку такой, только вот как бы здесь вот, где я показываю, такая большая закругленная часть этой восьмерки. И вот, да, вот здесь вот, а вот тут такая маленькая, как будто бы маленькая часть верха восьмерки. Вот, и вот здесь уже такой как бы колокольчик закругленной части нашего цветочка. Вот я тщательно вырисовываю ее за воротик. Вот здесь на этой части будут видны немного прожилок. Вот здесь в центре я сейчас вычерчиваю границы заворота того цветочка, который мы с вами рисуем. И центральной вот тычинки пестика, вот этой желтой большой, будет не видно, к сожалению. Но, в принципе, и без нее цветок достаточно интересный. Я постараюсь, чтобы мы с вами рисовали этот скетч не очень долго. Вот, ну, пока, в принципе, эскиз почти готов. Вот я сейчас протираю уже основные такие линии, чтобы сделать их менее заметными. Чтобы их проще было потом раскрашивать акварелью. И заодно сейчас скорректирую их после того, как протру. Вот, потому что когда линии максимально четкие в эскизе, это дает четкость и самому рисунку. Вот, я сейчас убираю лишние следы графита. И сейчас будут самые такие четкие линии останутся. Как раз вот я сейчас их скорректирую, как вы видите на экране. Вот, и прорисовываю немножечко прожилок для того, чтобы просто их не потерять. Вот, в принципе, на этом практически эскиз, ну, он довольно-таки несложный, как вы сами видите. Можно считать законченным. Вот, сейчас я дорисовываю последние линии. И можно уже, по сути, начинать рисовать. Акварель, которую я сейчас буду использовать, это акварель Белой ночи от Невской палитры. Вот, я начну сейчас вот с этого стебелька, который я показала вам. Вот, и краска, которую я сейчас использую, это травяная зеленая. Вот, вы можете ее увидеть как раз сейчас на ваших экранах. Вот, непосредственно около самого цветочка стебель становится более толстым. А потом я перехожу на охру желтую. То есть, вот здесь немножечко более светлая часть цветочка в самом низу. Я делаю ее охрой желтой. И вообще хотела сказать, что когда мы добавляем в рисунки охру желтую, то любые цвета на этих рисунках, рядом с этой охрой желтой, становятся более яркими, более такими свежими. Это такая маленькая хитрость. Обязательно возьмите на заметку, если вы рисуете. То есть, у меня охра желтая не самый любимый цвет. Но вот именно в качестве такого дополнения она очень хорошо как бы себя ведет. Вот, если, в принципе, вы можете немножко отмотать назад, и сами увидите, что вот та же самая травяная зеленая до добавки охры желтой, она была не такой яркой и не такой заметной, как после того, как добавилась охра желтая в наш рисуночек. Вот, сейчас я стараюсь смягчать все вот эти наши переходы между цветами, чтобы все наши добавки казались более-менее равномерно расположенными на рисунке и не обладали такими резкими цветами. По периметру я тоже добавляю более насыщенные цвета. Это даст немного объема нашему рисуночку. Перед тем, как перейти к следующему цвету, я тщательно смываю кисточку. И заодно сейчас добавляю немножечко просто зеленой краски, чтобы показать затененность стебля, поскольку над самим стеблем цветочек расширяется. Это означает, что на более узкий стебель будет падать тень. Вот, и пока все это происходит, краски сами собой на более углажненной поверхности потихоньку смешиваются. И в итоге мы получаем красивые ровные заливочки нашего цвета. Вот, здесь я сейчас начинаю рисовать сиреневым хинокридоном. Это будет основной цвет нашего цветочка. Вот, и я пока делаю самые первые заливки общего такого тона. Стараюсь использовать больше водички, чтобы была более ровная заливочка. Вот, сейчас, поскольку у меня здесь уже есть какие-то цвета, я не могу залить для ровности заливки предварительно водой полностью всю нашу площадь цветочка, потому что сиреневый хинокридон слишком сильно зайдет на охру. Поэтому я буду стараться контролировать все это вручную. Вместе с вами вы это, соответственно, посмотрите. Вот, я там, где у нас возникают не очень ровные цветочки, не очень ровные штрихи на цветочке, стараюсь это исправлять и добавляю больше водички для того, чтобы заливка все-таки была ровной. Вот, сейчас я выделяю изнанку вот цветочка и стараюсь, чтобы наш легкий оттенок сиреневого хинокридона сделал более плавное сочетание перехода между вот этой желтой охрой и тем сиреневым хинокридоном, который я только что туда нанесла. А вот на этом завороте сейчас будет более такая насыщенная прокраска, потому что это такой немножечко затененный участок. Вот, и вот примерно вот такого оттенка, по сути, в итоге и будет наш цветок, хотя пока это не очень заметно. Но у нас сейчас пока только самые первые заливки. Вот, и я сейчас понемногу добавляю насыщенность. Сначала вот в этот затененный участок, потом будут затенены и, скажем так, законтрастены, если можно так выразиться, и остальные участки. Вот, сюда я добавляю немного сиреневого кобальта, потому что вот именно в изнаночной вот этой завернутости лепесточка нам нужна немного грануляции. Здесь не очень резкие цвета. И заодно добавим немножечко в других зонах этого лепесточка того же сиреневого кобальта, чтобы он не был таким одиноким. Вот, но это буквально совсем небольшая добавка. Чуть-чуть дальше я сейчас буду добавлять другие оттенки, тоже холодные. Однако, как вы знаете, наверное, чисто холодными оттенками цветка не нарисуешь, и поэтому в дальнейшем у нас будут более теплые добавки. Вот сейчас у меня добавка пока из холодных оттенков чисто розового цвета. Цвет так и называется розовый, белая ночи, невская палитра. Вот он такой полупрозрачный и даст нам просто в такой красивый пот, тон, скажем так, под оттенок нашего цветочка. Просто для красоты, по сути. Вот чуть-чуть дальше этот оттенок будет перекрываться и перекрываться другими более темными оттенками. Но вот такой небольшой акцент, как специи, что ли, в кулинарии мы получим благодаря этой большой добавке. Вот. Самые краешки цветка я выделяю более насыщенным, более ярким раствором этого же розового цвета. И обхожу по периметру передний лепесток тоже. Там у меня сейчас немножечко растекся. А этот розовый туда, куда не нужно. Сейчас я докрашу вот этот вот участочек и скорректирую его тоже. Вот. По... Вот, видите, вот я сейчас это делаю. Вот. С внешней стороны тоже есть немножечко растекания. Я отмываю кусочек. Сейчас буду отмывать точнее. И вот этот хвостик я добавляю немножечко перелена фиолетового. Чуть дальше это будет вообще, по сути, наш основной цвет. Но вы сами увидите. Вот. Именно вот теплые цвета нашего перелена покажут нам затененность и то, насколько яркими и сильными могут быть контрасты на этом цветочке. Вот тот самый, я сейчас показываю кусочек, который нуждается в корректировке. Вот я сейчас промываю его просто сухой кисточкой. Убираю лишнюю воду с пигментом, потому что сейчас тут нам нужно на вот этом выгнутом участке оставить такие более светлые гнутые детальки. Вот. Каждый раз, опять же, я после смены цвета стараюсь кисточку как можно тщательно промывать и отжимать салфеткой для того, чтобы чистые цвета не смешивали друг с другом больше необходимого. Вот. И сюда я сейчас тоже добавляю сиреневого хинокридона. Вот. А вместе с ним я добавляю еще и фиолетовый хинокридон, потому что он более темный и более контрастный. Вот это сейчас будет особенно видно вот в этом углу. Сиреневый хинокридон даст нам такой вот очень холодный пурпурно-фиолетовый оттенок. Он очень красиво будет сочетаться с розовым и с пурпурно-фиолетовым, который также потом будет присоединяться к этой теплой компании оттенков. Вот. Я сейчас делаю затенение внутри нашей воронки. Вот. И заодно выделяю по периметру наши затененные далекие краешки. А теперь я делаю прожилочки, которые заметны внутри воронки, потому что внутри обычно каллы тоже такие очень фактурные. Вот. И я буду их неоднократно вот эти фактуры показывать, добавлять и постепенно наша калла будет не только такая разноцветная, но и с такими вот интересными фактурами. Для того, чтобы вот этот передний блик казался более естественным, я стараюсь его тоже затенить и выгладить, сделав более плавный переход цвета вот на нем. А изнанка на дна же тоже нуждается немножечко затенение. И я сюда сейчас тоже добавляю тот же самый фиолетовый синокридон и добавляю такие полусухие штрихи, которые имитируют прожилку внутри нашей кисти. По сути, наша задача постоянно добавлять контрастность на этих участках. И я сейчас это буду делать раз за разом, потому что мы с вами рисуем на хлопке. А хлопок, как известно, все больше и больше впитывает обычно в себя влагу и заодно впитывает красочный пигмент. Поэтому раз за разом я буду добавлять все больше и больше затененных цветов. И таким образом наш рисунок будет проявляться как старая фотография в ретро-мастерских фотографах. Знаете, когда в ванночках еще проявляли фотографии, они под красным фонарем набирали такой оттенок все больше и больше. Вот примерно тот же самый процесс мы с вами и будем сейчас делать. Вот я сейчас добавляю сюда уже пилен фиолетовый для того, чтобы больше затенять этот участочек. Вот. И таким образом я вливаю сюда для контрастности все больше и больше темных цветов. Вот. И вот есть такой парадокс в рисовании. Чем больше темных цветов ты добавляешь в рисунок, тем ярче кажется свет на этом рисунке. таким образом у меня задача поставить не только побольше контрастности в этот рисунок, но и заодно выделить более яркими оттенками те цвета, которые являются, точнее, те зоны, которые будут являться бликами в нашем таком вот цветочке. вот я сейчас выделяю блики на дальней стороне нашего цветочка. Я высушиваю почти полностью кисть, вот споласкиваю ее при необходимости и промываю больше и больше вот эти детальки. Вот. А заодно и затемняю потом те части цветка, которые нуждаются в этом. Вот, например, сейчас я буду добавлять пилен фиолетовый вот в этот кусочек цветка и заодно сглаживать те моменты, которые нуждаются в корректировке. То есть, вот сейчас насыщенность увеличивается, но при увеличении насыщенности иногда появляются слишком резкие пятна и тогда наша задача как бы смягчать, делать более мягкими переходы между тонами. Вот, сейчас я выделяю по периметру наш цветочек. Вот, засиненность довольно резкая и я стараюсь смягчать побольше вот этот участок, для того, чтобы переход между участком, темным участком светом не был слишком неестественным. Вот, как бы выглаживая вот эти вот участки, показываю толщину цветка, вот этой небольшой беленькой светлой линии, потому что у каллы довольно-таки толстые чашелистики у этого цветка, но как иначе, иначе как им держать форму вот этой большой воронки, тем более как бы цветку нужен просто такой вот очень плотный жесткий венчик. Вот, вот эту плотность и тяжесть я сейчас стараюсь подчеркнуть вот такой затененной полоской, которую вот, как я сейчас и говорила, аккуратненько соединяю с уже имеющимися цветами. Теперь я выделяю пеленом фиолетовый кончик вот этого цветка и дальше как правило в основном для затемнения именно пелен фиолетовый я и буду использовать. Вот сейчас я добавляю насыщенности в самый дальний оттеночек вот и буду добавлять немного фактуры все больше и больше для того, чтобы цветок не выглядел слишком неестественно гладким и пластиковым. Ну вот здесь нам тоже нужно показать углубленность этой воронки. Вот я ее как бы выравниваю и высветляю вот этот вот завернутый кусочек чтобы он оказался на первом плане я снова вымываю кисточки вот и у нас этот поворот становится такой более заметный более яркий потепенно выходит на первый план вот и здесь я тоже хочу немного выделить насыщенности чтобы вот этот загиб лепестка стал более заметным. Здесь я сейчас тоже добавляю пелено фиолетового вот и потом промываю более четко блик. Таким образом калы становятся как бы более немножко глянцевые такие более интересные по расцветке вот и чтобы фактура была более заметной я добавляю растяжки от уже нанесенного ранее перлена вот внутрь цветка то есть сейчас я добавлю сначала более темные тона а потом немножечко более светлые вот сейчас видите промываю такие углы выпуклости получается то есть вот таким образом создается иллюзия среди темных полосок как будто бы это такие вот вогнутости а такие светлые промывки это по сути такие выпуклости и в итоге сам этот цветок выглядит такой немножко как будто бы сильно рельефный вот хлопок по-прежнему продолжает впитывать воду вместе с краской и я по-прежнему добавляю сюда больше насыщенности и затененности то есть вот снова пилен фиолетовый даже скорее всего будет несколько слоев того же пилена потому что чем более контрастной вот эта деталь становится тем более интересным выглядит сам цветочек я делаю более затененным цветочек около нашей воронки вот и тут я хочу добавить еще больше пилена фиолетового потому что без него мы не добавим необходимой контрастности вот плюс кроме всего прочего я хочу добавить сюда еще не только пилена фиолетового но и краплока красного вот видите сейчас стрихи старинного красными это я добавляю краплок красный везде по чуть-чуть совсем но его присутствие даст необходимой теплоты цветку который без него казался довольно-таки слишком холодным а для хорошего гармоничного цветового колорита рисунка необходимо чтобы на нем был не только холодный но и теплый оттенок и благодаря этому мы получаем немножечко разнообразия в расцветке цветка вот я снова затеняю пелено фиолетовым тень вот в самом далеком от цвета углу цветочка вот и усиливаю полоски прожилок идущие вниз вот тем временем пятна краски они могут высыпать неравномерно и я периодически подновляю вот эти выглаженные кусочки они тогда становятся более интересными получается как бы дополнительная новая фактура вот и заодно все больше и больше насыщенность увеличивается а цветок становится все более и более контрастным и объемным собственно говоря чего и требовалось в самом начале вот сейчас я добавляю все тот же самый перлен фиолетовый вот он становится все более и более насыщенным а цветок приобретает все большую рельефность то есть вот какие-то такие выемки на дальнем завороте лепестка становятся все более и более заметными естественно я выглаживаю сейчас прожилки чтобы они не выглядели чем-то чужеродным и более плавно сливались с фоном изнанки лепесточка здесь я хочу добавить немного больше самого темного оттенка это будет как ни странно черный вот я самые 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 очень темные места добавляю совсем чуть-чуть именно черного главное не переборщить вот и я растягиваю этот черный в тенях очень аккуратненько так чтобы не испортить общий тон цветка то есть я добавила только в самые углы этого черного вот и теперь просто пытаюсь это все подружить с окружающим фоном цветка то есть моя задача как бы не перетемнить а просто выделить более темные места в самих кусочках цветочка вот здесь я сейчас добавляю немного фиолетового просто для разнообразия вот потому что немного фиолетового как правило в каллах этого сорта тоже присутствует вот и наш цветочек становится все более и более объемным хотя казалось бы за такой четкий срок этого можно было бы и не достичь но у нас хорошая бумага у нас хорошие краски и с вами я вот мы выглаживаем с вами вот эти рельефные полоски на лепестках они становятся более заметными более интересными вот я пытаюсь сейчас смягчить эти полоски чтобы они выглядели более плавными чтобы переход на них с одной на другую скажем так не резал глаз вот а здесь я сейчас корректирую кусочек буквально тоненькой кисточкой вот этот самый изящный хвостик делаю его с более интересным изгибом вот и выравниваю самые краешки этого цветочка вот этот хвостик хочу чтобы он был такой немножечко изящный изогнутый вот примерно так вот и я теперь еще хочу показать толщину этого лепестка и на небольшом расстоянии от самого лепестка тем же пеленом фиолетовым провожу очень тоненькую линию показывающую эту толщину самого лепестка он более светлый в области краешка и более тоненькой кисточкой рисую более тоненькие прожилки вот здесь с изнанки нашего цветочка вот теперь я промываю блики на первом плане то есть вот этот вот кусочек лепестка он наиболее приближен к нам и поэтому я стараюсь показать его яркость его глянцевость вот таким промытым участком как раз вот на краешке нашего лепесточка вот те самые дальние блики тоже делаю более яркими более заметными вот мы уже почти закончили работу в принципе вот сейчас мы занимаемся просто детализацией вот ей конечно можно заниматься бесконечно но какие-то первоначальные такие штуки все-таки не стоит забывать вот я сейчас выравниваю выглаживаю изнаночные участки нашего лепесточка и сейчас буду добавлять еще больше контрастов в самые финальные моменты нашего рисования вот немножечко еще добавлю краплака красного на фоне краплака красного стала более заметной холодная розовая такая вот насыщенная тень на задней стороне и на внутренней стороне нашей розетки каулы вот собственно говоря как бы это и есть основная часть основная цель добавки вот этого теплого цвета чтобы показать такую игру оттенков между теплыми холодными цветами в лепестках вот и я чуть-чуть больше добавляю этого же цвета еще и в дальние детальки нашего цветка вот чтобы просто он казался более интересным по всем оттенкам вот и сейчас я смягчаю и промываю вот этот боковой участочек цветочка вот я отжимаю кисточку почти в сухую вот и снова и снова провожу по углажненной поверхности того места где у нас была раньше более светлая полоска вот наша задача вернуть эту полоску точнее не то чтобы вернуть она у нас не терялась просто я ее сделала слегка сначала слишком резкой а теперь добавляю туда мягкости и вот сейчас снова добавляю немножечко насыщенного темного цвета это чуть-чуть совсем черного снова вот и добавляю его тщательно размывая для того чтобы он показал глубину нашей каллы и степень ее затененности вот я снова его растягиваю по всем нашим вот этим прожилкам вот хлопок конечно высыхает немножечко дольше чем хотелось бы и поэтому это вносит свои коррективы вот сейчас чтобы я не трогать эти участки чтобы не трогать эти участки добавляю темно-зеленого цвета вот в наши участки стебля для того чтобы стебель стал более объемным вот и немного пилена фиолетового также добавляю в стебель для того чтобы визуально соединить и лилию и каллу точнее и сам стебель и центр стебля я промываю для того чтобы показать его насыщенность вот и финальная часть работы просто снова выглаживаю вот эти вот участки которые застыли и стали немного неровными вот я просто провожу по ним кисточкой смягчая их раз за разом чтобы наши вот эти полоски и детали фактур были более-менее однородными вот сюда я хочу добавить немножечко умбра потому что здесь у нас один лепесток находит на другой вот и нам необходимо затенить этот участок вот как раз вот именно умбра и становится затенением для заворота нашей каллы вот немного умбра я добавляю еще вот под изнанку чтобы показать степень затенения и там вот и добавляю немного еще ее в прожилке прожилки я выглаживаю тоже вот как вы видите кисточкой номер 5 вот и корректирую степень затененности там где это необходимо поскольку посветлевшие краешки степля также нуждаются в корректировке я в них тоже добавляю немного пелено фиолетового по краям и заодно корректирую самые краешки по сути в финале работы вот и выглаживаю еще раз водичкой краешки наших лирий на наших лепестков каллы вот самая финальная часть работы это промывка бликов то есть вот какие-то блики в процессе выглаживания потерялись вот я просто собираюсь их немножечко вернуть вот чуть-чуть промываю буквально и промакиваю салфеткой и благодаря этому блики выходят на первый план а наша калла становится более рельефной более такой живой и более интересной то есть вот в принципе здесь сейчас остается только небольшая доработка деталек вот и собственно говоря на этом уже практически все я сейчас самые темные детальки выделяю последние финальные штрихи вот ну вот уже почти совсем совсем все я все никак не могу остановиться вот ну вы наверное понимаете что-то когда работаешь над чем-то так хочется сделать это как можно больше идеальнее вот ну и вам я снова хочу сказать спасибо за то что смотрели со мной весь этот эфир рисуйте больше рисуйте чаще акварель уже любит вас и я уверена вы тоже ее полюбите так же как и я до встречи через неделю большое спасибо за ваше внимание подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали вот и я надеюсь мы с вами станем добрыми друзьями и я увижу вас на следующих роликах пока пока у а вот а Субтитры создавал DimaTorzok